да слава богу приветствую всех добрый вечер уже добрый вечер а потом да да нехорошо а нуку получили сюда хорошо молодец так что да друзья добрый вечер добрый добрый вечер это да заканчивается седьмой день праздника сего великого да и после семи дней праздника по традиции древней еще библейской традиции начинаем восьмой день меня царет да потому что господь сказал помните да в библии что на восьмой день будет еще то у вас тоже собрание и так интересно как бы семь дней праздника евангелина привет всем пишет да слава богу да привет привет всем до шалом и шаббат шалом да субботний мир святой всем с наступающей субботы да приветствую кто присоединился уже кто присоединяется да в этой комнате лучше конечно ловит интернет поэтому да слава богу я вижу все заработало с начала прекрасно все слава богу так что здесь встречаем субботу слава тебе господь за все благодарю тебя за день сей благодарю за братьев сестер за все кто подключился кто подключается благослови господь всех нас благослови да гелена а вижу да всем доброго прекрасного вечера в общении со святыми аминь аминь да добрый вечер елена я и евангелина и все-все-все так что да добрый вечер ну все шесть часов седьмой час уже вечера вот и всем добрый вечер еще раз приветствую всех да как сказал я вначале уже то действительно завершается седьмой день праздника уже вечер уже темнеет за окном и да это седьмой день ну а следом за ним восьмой слава богу который выпал на шаббат вот как бы и начало получается в этом году праздника суккот поставление кущей с шаббата и окончание тоже шаббатом по празднества тоже выпадает на шаббат по празднества сегодня вечером начинаем мы и день господний шаббат так что шаббат шалом уже всем друзья шаббат шалом субботний мир божий святой мир в этот день субботний всем вам вот и до благословений божьих этот день восьмой день по традиции мы называем шменя церет как бы задержитесь на восьмой можно так вот перевести вольно вот и как бы сам бог просит нас задержаться еще на день ну в общем то он сам об этом сказал что восьмой день будет пусть будет у нас собрание такое священное собрание да спасибо господу за все аллилуйя 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 да смеются в львит двадцать третья глава читаю а маргарита hi minassana こんас ka слава богу да благословения все мужики но перевод немного не тот но всем да а давайте я из львит прочту Ну, хорошо, 23 глава, ну там для праздника как раз, собственно, я думаю, что начать сегодняшний вечер надо с этих слов. Да, еще кто присоединился, Маргарита, Гелена, Евангелина, сестры, ну и, надеюсь, братья тоже, кто-то из братьев уже присоединился. Всем шалом, мир Божий, благословений. Хай, хай. Да, спасибо тебе, Господь, за все. 23 глава, с 33 стиха, читаю, Левит, книга Левит, 23 глава, где как раз рассказывается о праздниках Господних, да, Бог говорит о своих праздниках. Вот почему мы знаем, что Бог наш любит тоже праздники, да, потому что, ну, человек, да, любой человек, он любит праздники, я, ну, хотя люди разные, кто-то не так сильно любит праздники, кто-то больше любит праздники, но, в общем-то, здоровый, нормальный, адекватный человек, он всегда любит какие-то праздники, да, даже если он совершенно там неверующий, атеист, но все равно какие-то семейные праздники, не знаю, государственные праздники, какие-то там партийные праздники, там, не знаю, религиозные, там, может быть, даже праздники, вот, то есть, очень много разных праздников, вот, и даже если бы мы не знали, вот, 23 главу Левит, мы бы все равно понимали, догадывались бы, что у Бога тоже есть праздники, потому что мы созданы по образу подобию Бога, вот, и раз мы любим вот такие праздники, то, значит, наверное, где-то и Бог тоже, наш Создатель тоже любит праздники, но мы теперь это знаем не как бы, не может быть, не предполагаем, а уже знаем наверняка, потому что в Торе, в Библии Бог сказал, вот, праздники мои, то есть, у Него есть тоже праздники, и вот, и мы имеем честь быть приглашенными верующие люди, да, разных национальностей, культур, традиций, мы имеем честь быть приглашенными на Его праздники, вот, и в 23 главе Левит, вот, о своих праздниках Бог говорит нам, да, и вот, с 33 стиха о нынешнем празднике завершающемся и продолжающемся, сказано следующее, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Господу». Да, мы начали пятнадцатого праздновать, пятнадцатого числа седьмого месяца. Седьмой месяц по традиции мы называем как, кто помнит, седьмой месяц, вот ныне проистекающий, да, как бы продолжающийся праздник, уже завершающийся месяц седьмой, мы называем Тишри или Тишрей, праздник Тишри, ну, насыщенный праздниками месяц Тишри, Тишрей, вот, и это, ну, а если от Пасхи, от месяца нашего выхода из рабства, то это седьмой месяц, если от Ниссана, от Авива или просто первого месяца, то седьмой месяц уже. Да, дамы и господа, сегодня уже вот, ну, уже вечер, уже потемнело, за окном. Уже двадцать первое число заканчивается, сегодня двадцать первое число у нас, седьмого месяца. Степан пишет, мир вам, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Шалом, мир вам тоже, Степан, и всем-всем святым, братьям и сестрам. Да, и сегодня, ну, вечер девятого октября, извиняюсь, вечер девятого октября, значит, выпадает на окончание двадцать первого числа месяца Тишри, и начало уже двадцать второго числа сегодня вечером. Вот, и, а начало праздника Сукот, то есть сейчас завершение уже, а начало было пятнадцатого числа, которое выпало на вечер второго октября, вот, и третий октября. Так, разобрались, да? Ну, это напоминаю, повторение, мать учения. Семь дней Господу написано, то есть Бог говорит о своем празднике, и Он говорит, дайте мне этих семь дней, хочу с вами провести их, неделю целую. И написано, в первый день, это левит, кто подключился, Вадим Неронский, а благословение измежено, пастор Вадим, Церковь Победа. Перемога, переможцы, аллилуйя. Тула, Витая, Нижин. Слава Богу. Пастор Вадим, очень рад, вот, вы супругой, вот, и все святые, нежинские, да, братья, сестры, очень хорошее впечатление тогда произвели, и я очень признателен Богу, благодарен Богу за служение у вас, за поездку к вам в этом году не получилось, но, дай Боже, в конце декабря буду снова у себя в Киеве, даст Бог, вот, значит, и в январе, я в вашем распоряжении. Да, кстати, можно как раз такую евангелизационную тематику, мы используем обычно в Киеве, да, 7 января Рождество по православному стилю, и я как раз вот рассказываю о том, что Христос рождается в сердцах людских, вот, как бы, как бы, евангелизационная тема очень хорошая. Можем в Нежине провести нечто подобное такое, межконфессиональное, межцерковное такое собрание. У вас там, я видел, баптисты, там дом молитвенный, было бы классно их тоже как-то задействовать. Валентина, да, шаббат шалом, братья и сестры, всех с праздником суккот, аллилуйя. Да, всех с праздником суккот, с завершающимся и продолжающимся праздником суккот. Так, а Рождество Христово, ну да, празднуют обычно и в Украине, допустим, и здесь в России тоже в конце декабря, а чаще всего вообще в начале января, начало января, 7 января, 25 декабря, 7 января. Но по совести сейчас Рождество Христово, потому что именно исторически Иисус родился в одни осенних праздников всех. Начиная с Йом Теруа и до окончания праздника суккот, все эти осенние праздники, получается, да, мы, Господние праздники, мы празднуем вот и Рождество Христово. Так что у себя даже в церкви в Киеве в прошлые годы, когда я бывал, вот в эти дни как раз до праздника, осенних, то, да, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, и давай, 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 вот, то, значит, не хочешь? Мы пели как раз рождественские песни, рождественские гимны, и для многих это было, как вот сейчас говорят, взрыв мозга, да, потому что это не вмещалось, как так, мы уже в сентябре, значит, да, люди приходили на собрания, вот, и мы пели там... Новоради стало, як небувало, над вертепом, зоря или звезда ясна, светло засяло... Так, Суворов, ты здесь у нас... Это рок уронил мой. Да, значит, и... Ох, ох, у них здесь гонки, начались вечерние гонки. Вот, и другие пели рождественские. В Украине, кстати, очень много хороших таких рождественских песен. Вот, да, мы их пели, и люди, да, потом говорили, вот это да, здорово. Вот, Виталий, добрый вечер, пишет пастор Сергей, и все братья и сестры, Виталий, да, добрый вечер, всем святым радоваться, да, благоставений господних, с завершающимся и продолжающимся праздником Сукот. Вот, завершающимся, почему? Потому что сейчас вечером завершается седьмой день уже праздника, вот, и начинается восьмой день уже, восьмой, это уже как бы по празднеству. И вот написано здесь, в первый день собрать священное собрание, никакой работы не работайте, в течение семи дней приносите жертву Господу, восьмой день священное собрание у вас, да, будет у вас. И приносите жертву Господу, это от праздника, никакой работы не работайте, вот праздники Господня, в которые должен созывать священное собрание. Интересно, вот, вот про восьмой день здесь как раз написано, в 23 главе Левит тоже. И, а, Екатерина, шаббат шалом, добрый вечер, да, шаббат шалом, добрый-добрый вечер. Да, люди добрые, братья и сестры, все, кто онлайн, и все, кто потом записи будет смотреть, всех приветствую, благоставляю. Мир Божий, приветствую всех с России, с города Тулы, так что всем тульский такой шаббат шалом. Слава Богу, да, даст Бог в конце декабря, начало января буду у нас уже в церкви, вот, я планирую ехать через Харьков и на Киев как раз вот в те дни уже. Вот, а до того буду здесь дома, в Туле и вот в Питер, Москва, вот, Рязань, вот в этих городах, где пока запланировано служение. Да, спасибо, Господь, за все. Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш. Еще раз добрый вечер, еще кто присоединился, да. Хорошо, люди добрые. Сегодняшним вечером, да, этот восьмой день в традиции еврейской, старой традиции, называемой Шмени Ацерет. Задержитесь на восьмой. Вообще, вот, мессианское такое служение, оно сейчас формируется, мессианское служение сейчас, оно и богословие мессианское в процессе формирования таком, да. И я очень надеюсь на то, что и в православии, вот, именно в таком реформаторском варианте, да, православие, как обновленческое такое движение, как вот именно, значит, такое новое течение в православии, да. Вот именно будет такое мессианское составляющее. Наверное, еще почему я об этом молюсь, так вот, и сам тружусь вот для этого, да. Потому что православие, вот, если брать все течения, какие есть вообще в христианстве, да, то православие, оно наиболее как раз вот является сохранившим течение христианства, да, направление, одно из направлений христианства, такое древнее такое христианство, да, сохранившее именно как раз вот эти вот еврейские корни, традиции многие, да, и, в общем-то, хотя, с другой стороны, православие в целом, если брать, то из всех христианских ветвей, как бы, да, древо Царства Божьего, такого многоветвистого древа Царства Божьего, православие как раз самое антисемитское, как ни странно, да. С одной стороны, самое близкое к еврейству, самое близкое как раз именно к классическому такому еврейству, да, с другой стороны, самое антисемитское. Но это на первый взгляд только странно, на самом деле мы знаем, да, что чем ближе родня, чем, казалось бы, ближе там народы, ближе страны, ближе люди, допустим, родственники, да, тем больнее конфликты возникают порой, значит, и если конфликты с какими-то дальними людьми, допустим, они не так цепляют, конечно, человека, да, когда-то с близкими, самыми родными, ну, да, это как, допустим, тоже Иисус даже говорил, да, так горько было ему, конечно, это, не бывает, пророк, без чести, только у сродников своих, да, в доме своем, да. И когда мама, папа, земные родители, значит, да, значит, и братья, и сестры, и Иисус, они не воспринимали его серьезно, вот, даже думали, что у него что-то проблема какая-то, да, значит, вышел из себя, приходили забрать даже его. Вот такая история, но, но, если брать, ну, и между народами, сейчас вот смотрите, что там, вот Азербайджан, Армения, соседние страны жили вроде как вместе, но, да, и конфликт такой. Господь, благослови миром страны, Россия, Украина, Армения, Азербайджан, там, другие разные, сейчас конфликтные такие, границы между народами, разными народами. Роза пишет, шаббат шалом, дорогие друзья, да, шаббат шалом, Роза, шаббат шалом, Казахстан, мир Божий, благодать всем вам. И молимся в эти дни за все страны, во дни суккота, во дни поставления кущей, да, вот, согласно даже Торе, согласно Библии, да, приносили жертвы ежедневные, когда был храм, тот первый, потом второй храм, приносили жертвы в храме. Сегодня храм уже третий, но уже созидаемый из живых камней, уже два тысячелетия созидаемый, и жертвы совершается уже не кровавая, потому что кровавая жертва Божия была принесена, это кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа, закланного за нас, и жертвы уст, словословие, да, вот это никто не отменял, это, наоборот, вышло на новый уровень совершенно, в разных стилях, жанрах в христианстве сегодня. Очень богатые, знаете ли, что касается песнопений, прославления, богослужений, выбор очень богатый, наверное, самый богатый во всех, если брать, сравнить религии все, какие известные вообще, да, Опа, ох, 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 ладно, то христианство самое богатое вообще, огромное количество разных течений, наверное, ни одна религия не может похвастаться таким просто огромным, просто богатством, таким выбором, таким, знаете ли, течений разных христианских, вот. Вот, и, соответственно, разные формы поклонения, прославления, потому что в Библии Нового Завета не говорится там об определенной форме поклонения, но есть библейская, да, есть еврейская, библейская, да, форма, да, Божья, собственность Библии, да. Роза пишет, а, спасибо, принимай мир Иерусалиму, мир всему миру, аминь, миру, мир, как раньше писали, помните, да, всегда миру, мир, хороший лозунг, в общем-то, но какой мир, Божий мир, и вот Божий мир, да, вот этому миру очень-очень нужен, Божий мир. Не просто мир, как отсутствие войны, это тоже хорошо, конечно, когда нет войны, когда не свистят пули, не рвутся снаряды, слава Богу, но нужен Божий мир. Да, Виталий пишет, очень жалко людей из-за гордости, алчности территории убивают друг друга, помилуй, Господи, да, гордость, а чей эпохоть житейская, в общем-то, корень всех зол, сребролюбие, конечно, да, много чего происходило и происходит сейчас на земле. Несправедливости войн, вот, да и сам Израиль даже, сам Иерусалим, город мира, казалось бы, но очень неспокойно, кругом много врагов и постоянно не хотят уничтожить Израиль. Но, если бы не Господь был бы с нами, порвали бы, давно бы уже, да, уничтожили бы, как говорится, сожрали бы и фамилии не спросили. Но, слава Богу, Господь с нами, и Он благоставляет Маргарита, читаю Канта, Он объясняет про детское поведение разума, нужно выходить из так называемой зависимости. Объяснил, что когда первые люди вышли из рая, в течение времени вышли из-под опеки природы. Ну, интересно. Да, мудрецов читать интересно, да, потому что у каждого свои какие-то объяснения вообще происходящего, да. Пытаются люди, всегда пытались и пытаются люди объяснить этот мир, вот, объяснить и... Но, как говорится, мы пришли этот мир менять, принести на самом деле божественную природу в этот мир. Цикун лам, как в еврейской традиции мы это называем, цикун лам, исправление мира, изменение мира, да, спасение мира. Этому миру нужен мир, Божий мир, вот в этом спасение наше, да. Поэтому мы ожидаем. Сюда не прыгай, молодец. Не-не-не, сюда не надо, не надо, не надо, Бонни, Бонни, сюда нельзя. Понял? Нельзя. А то сейчас... Не-не-не, сюда нельзя, товарищ. Не-не-не. Ты хотя хороший котик, но сюда не надо. Да. Не-не-не, Бонни, 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 не надо, не надо. Вот упрямый какой я кот. Вот кошки, если говоришь нельзя, да, они все равно делают, но как-то по-другому делают. Очень такие наглые создания. Боня, ты хороший котик, но я тебя уважаю, но сюда нельзя. Да, вот так вот, молодец, все. Скорее он, ученый, который в трудах истолковывает книгу бытия с точки зрения разума, Маргарита пишет. Ну, понятно, да. Восстановление нарушенного, Роза пишет. Да, Тикун Ламм, это еще можно объяснить, как именно исправление нарушенного. Александр Новиков пишет. Вообще-то, шалом – это земное благополучие, а мир Божий – это Ирини. Дело в том, что шалом включает в себя не только земное благополучие, и небесное тоже, и вообще это Божий и святой мир. Шалом включает в себя и спасение, и процветание физическое, здоровье, полнота радости, исцеление, освобождение. Но самое главное, шалом означает «мир с Богом», «мир в Боге». Послушался кот удивительно, Роза пишет. Ну, да, слава Богу, да, он послушался все-таки, да, на самом деле. Молодец. Молодец. Но они все равно, а, нет, нет, вот он послушался, а сам все равно пришел сюда. Вот это вот его такое кошачье послушание. Все-все-все-все, товарищ, не-не. Вот, товарищ, не-не-не, сюда нельзя, нельзя, нельзя. Вот он вроде послушался, да, потом раз, и опять. Опа, пролез так, и вот уже ожидает уже прыжка. Вот природа, это нехорошая природа, это падшая природа. Так что, да, вот падшая. А? Какой под? Бонни. Бонечка, да, он пронырил. Смотри, я ему сказал, нет, он ушел, да, а потом раз, расслабился, и опять чуть-чуть сюда. А ладно, он знает, что их любят. Ну, понятно, да. У меня две разбойницы, Маргарита, пишет. А, ух ты, а у нас три монаха. Да. Да, монастырь общежития имени монаха Бертольда Шварца. Да, иди сюда, Чико. Чико, иди сюда, да, мы их монахами сделали. Наше царство не на земле. А где ж еще? Конечно, да, и на земле, и на небе. Наше царство... О, Чико, Чико. Да, слава Богу. Да, что есть земля, что есть небо. Смотря люди, что понимают под этим словом. Вот. Если иметь в виду под землей падшую природу, то, конечно... О, все-таки и подскользнулся. Чико. Да, слава Богу. А, я посыл, ты его посыл. Чи-чи, вот такое, вот такое. Так, наше царство не на... А, Маргарита пишет, скажу, принесла статуэтку из ступы. Скажу, происходит нечто. Кошачье садумие было, Маргарита пишет. Ну, понятно. Хорошая шутка, Виталь пишет. Маргарита, фотографии помню. Опа, Чико. Да, у нас здесь кошачье царство. Вот. Мы их сделали монахами, да, так что они теперь у нас монахи. Евнухи. Вот, да, три евнуха, да. Так что все. У них теперь нет этих помышлений, вот, да. Ни о кошках, ни друг о друге. Теперь они не ЛГБТ там или там как-то еще там. Короче, они теперь просто евнухи. Вот так вот, да. Такая же. Такая же тя, кошки, коты. Да, слава Богу. Так что, ну, вот, что есть, то есть. Конечно, да, в этом мире вот даже так вот происходит все. Скажу, в буддизме есть понятие глубокой медитации. Это хорошо. В христианстве сейчас тоже эта тема поднимается очень сильно. Нету похоти плоти, Роза пишет. Ну, можно и так сказать, да. Хотя Иисус говорил не от того, что отстригли им. Из сердца исходят злые помышления. Поэтому, да, в сердцах там у них не разбери, что. Но, скажу, они хотят умереть. Да нет. Еще как, хотят жить. У них любовь к жизни. Просто эти трупы. Не-не-не, они живые коты. Хотят жить и играются, и гоняются друг за другом там. И все вообще. Так что, да. Они живые. Живут. Радуются. Господу. Тоже молимся за них. Благоставляем всю живность нашу, да. А, я говорю, буддистов. А, а, понятно. Я как-то мало общался. Даже, если честно, вообще даже не общался фактически. Пересекался пару раз с людьми, которые как-то практиковали нечто подобное. Но с католиками даже, скорее, общался, которые соприкасались с буддистами. Ну, и Андрей наш с Минска, он в Индии бывал много раз, и как бы он практиковал это когда-то раньше. Он рассказывал некоторые вещи очень интересные. Кстати, мы даже записывали с ним программы такие. Надо будет просто вот, да, как-то, не знаю, может зимой записать с ним еще. Прям как-то целенаправленно даже именно об этом. Андрей, он очень много знает чего об этом, потому что он, ну, сам был изнутри эту систему знал. Он сам был там священником каким-то в этих вот восточных мистических этих религиях в Индии, когда жил он там. Да, Роза пишет, слава Богу за котов. Да, слава Богу за всех из-за котов тоже, да. Да, и друзья, и вернуться в тему, хочу, предлагаю, да, и хочу сейчас. И суккот, в отличие от всех других праздников, да, это праздник всех праздников, торжество всех торжеств. В Библии даже иногда он называется не суккот, не поставление кущей, а просто праздник. С большой буквы пишем праздник. И подразумевается, что праздник, он один, суккот. Даже и не Пасха, и не Шаббат, и не другие праздники, а именно вот сам суккот. Да, Александр пишет, у вас паломнические, миссионерские поездки не предвидятся. Пока не предвидятся, пока буду здесь я, значит, на месте в ближайшие месяцы. Пока не, пока, но если Господь призовет, то я очень легкий на ногу, хоть сейчас, пожалуйста, в полет, да, значит, хоть на самый Дальний Восток, хоть на Сибирь, матушку там, пожалуйста, да. Молюсь, всегда в боевой готовности, как вот пионеры, да, всегда готов, да. Так что я говорю, христианин, к делу благовестия Христова, будь готов. Я говорю, всегда готов. Соров. Не надо хулиганиться. Да. Так что, вот такая поездка, миссионерская поездка, да, это в Украину, получается, наверное, да, потому что буду у себя в церкви. Слава Господу, возлюбленные. Наталья пишет, а, слава Богу, да, слава Богу Святому. Приветствую, Наталья, приветствую. Вот, и Господь да благословит, даст Бог зимой таки побывай в ваших краях. Вот, так что, ой, да, Рецманская столица. Интересно бы побывать, на самом деле. А зимой, наверное, свой даже какой-то шарм есть, хотя в Украине они, сейчас зима такие малоснежные, да. Наталья, ласкаву просим, дякую, шеру, дякую. Да, так что, в Батурине не побывал в этот раз. Я Батурин только помню, это вот автобусом проезжал, когда, значит, автобус с Киева на Тулу, когда ходил, значит, на Орел, то заездом в Батурин, и там в Батурине стоял автобус, поэтому автостанцию, я помню, Батурин, и каждый раз там выходил, прогуливался, вот, и там мороженое поел, там, допустим, и благоставляю этот город, где остановка совершается. Так что, да, город ваш уже благоставлял, но, даст Бог, побываю такие. Тем более, вашу фотографию смотрел и смотрю, и очень спасибо вам огромное, вот, за тоже ваш труд, слава Богу. Да, Господь, благослови нас всех во имя Христа Иисуса, благослови, Господь, благослови народство миром. Вот, так что, даст Бог, может, и как евангелизацию проведем там в Батурине, вот, а там и Нежин рядом уже, там все рядом, да, и Чернигов, собственно, да, слава Богу. Да, друзья, добрый вечер еще раз, кто присоединился, всех приветствую, благословляю, поздравляю с праздником Суккот, Хак Суккот Самеях. Праздник завершается, и праздник продолжается. Наталья пишет, да, и аминь, аллилуйя, и я про то. И праздник сегодня завершился, как бы, семь дней, но следом восьмой день, Шминь Ацерет. Нет, это продолжение, как бы, это, как написано, по празднеству. Александр пишет, со священниками из традиционной церкви отношения поддерживайте, ну, конечно, со своей стороны я стараюсь со всеми в мире быть, со всеми общаться, вообще, абсолютно со всеми, тем более с моими коллегами, там, друзьями, тем более. Правда, некоторые священники на меня обиделись, в позу встали, как говорится, значит, тогда еще в девяносто шестом, но прошли годы, уже, как бы, и я где-то поумнел, и они где-то поумнели, и как-то мы стали уже общаться. Поэтому, да, в принципе, даже те, кто когда-то проклинал, теперь благоставляют, вот, слава богу. Роза пишет, хак-сукот шамэх, можно и так сказать, можно и шамэх, в принципе. Сэй-ше часто читаются и так, и так, ну, в традиции обычно самэх пишется. Да, произносится. Шэ-се. Шалом, салям. Сегодня пучина кофе. Мне готовил мусульманин по имени Бахтияр. Я говорю, салям. Да, слава богу. Так что, вот, и сегодня, да, друзья, а, это на WhatsApp еще сообщение пришло от Александра Ларичева. Шаббат шалом, да, шаббат шалом. Но я не знаю, Александр подключился здесь или только на WhatsApp. Шамэх, а, самэх, ошибка. А, понятно, да. Да, слава богу. Ну, это не такая ошибка незначительная. Да, спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя за добрый вечер. Да, благодарю за всех братьев, сестер. И благодарю Тебя, Господь, за мир во всем мире. Твой шалом божественный во всем мире. И благодарю Тебя за начало сегодня субботнего дня. Шаббат шалом, Господь. Шаббат шалом. Поздравляю Тебя. С праздником Суккот. Да, Кущи. Твой праздник это. И с днем, уже восьмым днем собрания нашего с тобой вместе. Аллилюя. Аллилюя. Александр пишет, да, с Андреем Кураевым лично не знакомы. Нет, еще не знаком. Я писал, я предлагал даже провести, ну, такие, как бы, дебаты. Вот, круглый стол с ним. Он тем более мне очень нравится. Сейчас, последние годы, мне он очень нравится. Его выступления многие. Я часто цитирую его, Андрея, в смысле Кураева, да. Вот, но пока он отказался. Он так вежливо, но сославшись там то на одно обстоятельство, то на другое. Не знаю, он лично писал или его кто-то из помощников, не знаю. Но пока отказ мне поступил, вот, еще в том году и в этом году. Но я очень надеюсь, что Андрей все-таки расположится, вот, к общению. И мы проведем что-то совместно такое. Вот, я понимаю, что у него куча своих пониманий, убеждений. У меня куча своих представлений. И мы имеем точки соприкосновения. Слава Богу, за эти годы, тогда, лет 20 назад, у нас были совершенно разные взгляды. Вот, и даже я писал ему пару писем таких обличительных. Он, наверное, помнит их. Вот, как бы, да. И когда он написал книгу и издал ее протестантам о православии, я написал ему ответ, назвал его, значит, православным о православии. Ну, он, наверное, обиделся тогда на меня, я не знаю. Но я посчитал, что он очень некорректно написал о протестантах. И вообще, само православие описал он такое, которого в природе вообще не существует. То есть, это его фантазии многие. Там многие он пишет вещи, которые, они на самом деле даже и не православие, собственно. А его какие-то религиозные такие фантазии. Но это было тогда, давно, лет 20 больше назад. Вот, сейчас он уже совсем другие вещи пишет. Вот, слава Богу. Так что, дай Бог. С Олегом Стеняевым я лично знаком. Мы с ним пересекались не раз, общались. Вот, но Стеняев категорически не соглашается со мной провести какие-то официальные, публичные какие-то такие дискуссии. Вот, хотя с ним было бы тоже интересно. С отцом Олегом Стеняевым. Он такой сектовед, такой известный. С Дворкиным бесполезно, человек невменяемый, совершенно неадекватный, одержимый бесами, будем так говорить по-христиански, если честно, положу руку на сердце. Вот, с ним тоже лично я пересекался не раз. Но Стеняев Олег, он адекватный человек, тем более он был евангельским верующим, был баптистом, потом был писятником, потом был харизматом, потом был толстовцем, потом неформальным православным, потом формальным православным. То есть, у него путь жизненный, у отца Олега довольно такой яркий. Я с ним общался еще в начале 90-х, будучи традиционным еще священником православным, поэтому он меня знает еще с тех пор еще. Вот, так что, но отец Олег отказывается. Андрей Кураев, он ближе сейчас к моему пониманию, но пока тоже. Елена пишет, шалом, 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 Елена, да, привет Москве, шалом, Москва, и стулы, с любовью, шалом, шаббат, шалом. Вот, дай бог, скоро увидимся. Сегодня я планирую еще недельку быть здесь, а потом снова ехать, получается, числа 19-го, в понедельник, по-моему, снова в столицу, снова в Гоуту-Москва. Вот, так что, да, спасибо, Господь. А может быть, даже воскресенье, кстати, это будет 18-е, по-моему, число. Там приглашали баптисты, тоже приглашали меня. Кстати, недалеко от вас, Лена, это в этом, как называется, Химках, Химках. Я там у них уже не раз проповедовал, евангельских христиан-баптистов церковь, классная, мне очень нравится у них. Очень такая живая церковь, действительно, очень молитвенная такая церковь. Не знаю, мне очень нравится. Вот Маргарита туда ходила, но ей что-то мне понравилось. Я не знаю, что, ну, все разные какие-то переживания у всех людей бывают, конечно же, да, я понимаю. Ну, мне у них очень нравилось. Правда, давно мы уже не виделись. Может быть, что-то изменилось за эти годы. Да, 18-е октября, воскресенье, вот, возможно, я буду у них как раз в Химках, как раз, да. Вот, если бы остановиться, либо у них, либо у вас, вот, значит, как раз 18-го октября, воскресенье, вот, на понедельник, потом 19-го тоже остаться в Москве еще. Ну, вот, ну, в понедельник там у них ничего нет, у них там во вторник, по-моему, молитвенная, если не ошибаюсь, я еще есть, или молодежка у них там собирается, надо будет узнать поточнее. Вот, 18-е и 19-е, а, сейчас я посмотрю, а, это будет уже Рошходыш Хешван, а, Хешван уже будет, о, ух ты, 18-е и 19-е будет уже, Рошходыш Хешван будет уже, вот так вот, новомесячие. А, мир вам, а, Александр пишет еще, Осипов Алексей Ильич, что можете сказать о его деятельности, очень люблю я Осипова слушать, да, я его знал тогда, еще лет 30 назад, мы общались даже, я к нему подходил, мы общались с ним, вот, даже больше, чем 30 лет назад. Еще первый раз мы с ним общались в 87-м году, но он меня вряд ли помнил тогда, значит, я просто один из, там, семинаристов много было и вольных слушателей, я вот приезжал на занятия тогда, я учился в училище художественном и приезжал туда, так, тайком, как бы, полу, неофициально. Вот, родителям я говорил, что еду в Москву, там, за красками, за кистями, ну, мы, там, с Рожновым, с Мизенко, там, с другими учащимися, с кем учился в группе, мы приезжали в Москву, и я тоже посещал, там, и выставки художественные, но при любой возможности я ребятам говорил, я сейчас к вечеру вернусь, и сам уезжал в семинарию туда, вот, это был в 87-м еще году, а потом в начале 88-го, вот, и там как раз, да, с Осиповым общались мы, вот, я ему много вопросов задавал тогда, и очень, скажу так, очень уважительный он человек, вот, из всех учителей, всех преподавателей семинария, вот, он, наверное, наиболее был уважительным, из московской школы, то есть в Москве, кого я видел, вот, он был, когда он на лекции приезжал, он, да, он был наиболее, как бы, открытые, что для общения, вот, или, может, мне так показалось, не знаю, это как в Питере, допустим, ну, тогда Ленинград назывался, в Ленинграде, в Ленинградской духовной семинаре тоже бывал я, и там, значит, как раз общение было очень хорошее, там был, ну, потом он был архимандритом, значит, уже умер, уже он, этот, Януарий, отец Януарий, вот, да, он был тоже вот такой, очень расположенный к общению с семинаристами и с вольными слушателями, со всеми, кто приходил, он очень даже хорошо общался, все разжевывал, объяснял все, вот, поэтому Алексея Ильича я очень, очень уважаю. Дмитрий пишет, а, Дима, да, мир вам, добрый вечер, да будет невеста прославлена, аллилуйя, аллилуйя, да, да будет так, ура, будем ждать, Елена, да, да, слава Богу, да, спасибо, так что, и если получится, то восемнадцатого я там у вас уже буду, вот, а может быть, даже в субботу вечером даже, почему бы нет, вот, Маргарита точно пишет, а что вы думаете об Андрея Ткачеве, я его лично не знаю, не общался с ним еще я, ну, дай Бог, в Москве я теперь буду бывать, наверное, чаще, может быть, пересечемся где-то, мне предлагали с ним как-то встретиться, но у него не получилось, а потом я уехал с Москвы как раз, не пересеклись мы, Маргарита пишет, но скажу, ребят, из той церкви не понравилось одно, что я философски мыслю, а, из, ну, на Бутаковском заливе, да, вот, дом молитвенный, я понял, Маргарите не понравилось, что, значит, а, им не понравилось, что Маргарита мыслит философски, и не только логика, а, Маргарита, понятно, ну, вот, вы нечто подобное писали уже тогда, я помню, да, вот, ну, вообще классическое баптистское учение, конечно, если брать, вот, так, хрестоматийно, оно довольно такое сухое, честно говоря, вот, они и сами-то понимают, и Леонид Ильич, вот, Леонид, ой, Сергеенко, Леонид Андреевич, да, он сам об этом рассказывал, когда мы общались после уже служения за чаем, там, в этой трапезной у них, там, да, как раз он об этом рассказывал тоже, что, когда он в Канаде, по-моему, был, или где-то там, ну, где-то там за границей, далекой за границей, в дальнем зарубежье, как сейчас говорят, да, в дальнем зарубежье бывал, и он первое на что обратил внимание, что, вот, их побратимы, как бы, да, братские церкви, баптистские, вот, в тех краях, по-моему, Канада, я сейчас запамятовал, честно говоря, где он там бывал, но, значит, но, на что он обратил внимание, что братья, его единоверцы, баптисты тамошние, они, как бы, заявили, что нужна, как бы, реформа в баптистском братстве, вероучение, чтобы избавиться от сухости, восприятия, что ли, как бы, да, вот, вообще у них есть, конечно, и свои плюсы в баптизме, огромные плюсы, но есть и, к сожалению, такие вот минусы, да, сухари, часто всего, чаще всего, хотя, вот, если братья Рязань, в Рязани, Маргарита, если были вы у баптистов, там, на бутырках, Анатолий Анатольевич, Андрей, Редин, Редин, вот, это, да, человек, вот, действительно, да, он классический баптист, но он очень горячей веры, вот, и, действительно, не лицемерный, а такой, вот, именно, действительно, такой, ну, любящий веры, любящий веры, вера, действующей любовью, будем так говорить, да, и его отец, ну, и отца его не знал, конечно, но, уже покойного давно, но, по воспоминаниям, там, братьев, сестер и самого Анатолия Анатольевича, его отец был, тоже баптистским был служителем, евангелистом, служителем, пастором, пресвитером, и его отец был, вот, в чудесах, в знамениях двигался, баптистский пастор, молился за исцеление больных и за изгнание бесов, ну, еще в советское время, в 60-е годы, тогда, 70-е, вот, и его очень сильно уважали, там, не только баптисты, но и писятники, даже завидовали многие писятники ему, потому что удивлялись, вот он баптист, на языках не молится, как бы, не имеет писятнического, как бы, такого помазания, но имеет помазание Христова, что было, вот, ярко, очень выражено тогда, ну, это я со слов знаю только, но Анатолий Анатольевич, я знаю лично, просто он, именно человек, молитвенный человек, так, религии всегда не нравятся собой мыслящие люди, Виталий пишет, но, в принципе, да, любой религии, неважно какой, да, на самом деле протестантский, или православный, или какой еще там, как и фарисеи Иисуса не любили, ну, в принципе, ну, Иисуса не любили, по другим причинам, конечно, не только по этим, просто после многих случаев, там лидер группы сказала, что во мне нечистый дух, а, ну, в принципе, если дух нечистый, надо изгонять, а что ж там, я лично так, что, я лично за то, что если диагностировали какую-то проблему, надо просто выгонять, и все, что с ним церемониться, а если это ложное обвинение, то тогда, ну, проблема у этого лидера очень серьезная, и тем более бездумно, а, понятно. Да, слава Богу за все, друзья. Сейчас, попытаюсь здесь закрыть окошечко, да, здесь. Елена пишет, да, помолитесь, пожалуйста, о крещении с Духом Святым, об освящении истиной. Аминь, 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 да, за спиной, Маргарита, а, понятно. Да, Елена, да, слава Богу, и с превелительным удовольствием, и вот у вас побуду, тоже помолюсь за вас, тоже там, но сейчас уже молюсь, Господь, да, благословит, аллилуйя. Мне, просто мне рассказывали сплетни, Маргарита, а вот эта болезнь, и не только у протестантов, это и у нас в православии хватает всего этого, да, безусловно. Беруте пишет, шаббат, шалом, шаббат, шалом, аллилуйя. Да, Беруте, приветствую всей Литве радоваться, всем святым литовским радоваться. Приветствую, Инночка, Беруте подключилась тоже. Привет, Беруте. Привет, Инна передает. А может, сама присоединишься? Я сейчас. Ну, по возможности, приди потом. Сейчас занята просто супруга. Вот, хорошо. Так что, да, всем привет. Большой привет, Инна передает, Даша. И Беруте, и всем, 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 всем. Да, Маргарита пишет, скажу, была у песятников, скажу, мыслит, как православные, но учить любят. Ну, да. У песятников много гордыни очень, и много очень вот этого, да, вот, как законничества, да, совершенно верно, да. Ну, опять-таки, у них есть большие плюсы, ревность такая по Богу, да, и ревность в дарах духовных, и много, то есть, в любой конфессии я встречал много и своих плюсов, и своих минусов одновременно, да. Вот, видимо, нам нужно друг у друга чему-то поучиться, и от чего-то предостерегаться, и молиться друг за друга. Вот, это классно, если вы баптистам активно молились за песятников, песятники за баптистов, православные за всех остальных, да. Молитесь за обижающих вас, Виталий пишет, и не обижайтесь, и не держите зла на людей, люди, они такие слабые, немощные, но Господь выше всех, вот, аминь, аминь, сто процентов. Так и есть, Виталий. Да, спасибо, Господь, тебе за все, я порой о себе такие вещи слышу, что хоть стой, хоть падай, поэтому уже ничему не удивляюсь уже, о себе столько услышал нового вообще интересного, что понял, да, это просто монстр какой-то просто, поэтому, да, я уже все, уже не удивляюсь ничему. Валентина пишет, хорошо, там, где нас нет, шучу, шутка, да, ну, в каждой доле, в каждой шутке есть доля шутки, да. Ой, хорошо, с вами братики и сестрички, тут психиатрия, ну, психо, душа, душа, я вспоминаю Фрейда, я вспоминаю Иисуса на эту тему, всегда, потому что душа, это, это то, что, действительно, да, нуждается, любого человека, да, в исцелении нуждается душа, это 100%, опять Александр Ларичев пишет, но это в WhatsApp, я не буду отвечать, потому что сейчас, если отвечу, то у меня зависнет телефон, поэтому я извиняюсь, надеюсь, Александр все-таки подключится сюда, вот, Ларичев, сюда, вот именно на трансляцию YouTube, потому что одновременно с телефона невозможно мне и то, и то включать, сразу мне зависнет сейчас. Ладно, благоставляю тоже и Александра, и всех питерских, новгородских святых, благоставляю, у них недавно родился у Ларичевых еще ребеночек, поэтому поздравляю их, благоставляю их семью, да. Валентина пишет, да, да, в наших немощах сила проявляется Господня, аминь, аминь, когда мы действительно немощны, мы сильны, когда мы осознаем, да, что мы без него ничего не можем сделать, то здесь раз, бац, включается вот эта сила Божья, да, которая ко спасению всякому верующему, да, удивительно. И благовестие, я заметил, когда мы действительно благовествуем, да, значит, не ленимся, благовествуем, то напоминаем о Господе и самим себе проповедуем ежедневно, да, и окружающим людям, а когда проповедуешь окружающим людям, то неизбежно и себе проповедуешь, да, напоминаешь себе Евангелие, то от этого сила Божья приходит в жизнь человека. А когда вот стопорится проповедь евангельская, то и сила Божья как бы иссякает, как бы такое ощущение, что источник пересекает, пересыхает. Вот здесь река Упа называется, Упа, значит, протекает через Тулу, она иногда наполняется и из берегов проливается, значит, и затопляет вокруг все, а вот потом раз приходит время и пересыхает, и вот уже маленький такой небольшой ручеек такой, понимаете ли, да. Поэтому пусть в каналах нашего сердца, значит, в служении нашей жизни всегда будет полноводное русло такое, да, полноводная река Духа Святаго, а это без благовестия невозможно, поэтому о Христе напоминаем, говорим себе и друг другу о том, что действительно Спаситель наш, жив Иисус Христос, аминь. Да, значит, Елена А. пишет, из Песятников смотрела Давида Вилкерсона, Божий человек, да, слава Богу, видите, вот это вот, да, вот это я понимаю Песятники, а Тей Лосборн, значит, там, да, значит, это что же Песятник, так это такое вот Песятнище целое, не то, что Песятник вообще. Роза пишет, да, там, где в людях живет не Иисус, там осуждение, ну, да, в принципе, да, так и есть, меньше Иисуса, больше осуждения, больше Иисуса, меньше осуждения, да. Маргарита пишет, я общаюсь с буддистами, контакт нашла, хоть и религиозные наркоманы, интересное сравнение такое, скажу, говоря, с ними о Боге, нашла хитрость говорить об Иисусе, как о бодхисатве. Ну, в принципе, да, католические миссионеры, насколько я знаю, да, вот, проповедующие буддистам, они тоже вот это как раз говорят об Иисусе, как о бодхисатве, вот, есть об этом католические исследования, очень интересные. Кстати, в Москве, Маргарита, если вы будете на Белорусской, станции метро Белорусская, обязательно загляните в костел, значит, католический, и спросите там рядом, просто в многоквартирном доме, обычном московском доме, там мы выкупили целый этаж, по-моему, выкупили католики, ну, еще тогда, еще в 90-е годы, и построили там, и организовали там монастырь, общежитие, там францисканцы. Вот спросите францисканцев, и там как раз среди вот этих францисканцев, они в храме там каждый день там находятся, поэтому кого-то там можете увидеть. Как раз среди них много тех, кто с буддистами работал, именно в этих странах Востока, и многие из них, они вот имеют опыт, колоссальный опыт вообще, вот, проповедование среди буддистов. Вот, вот, поэтому я вот, я сам не имею такого опыта, но когда с ними общался, я был в восторге вообще. Вот, и тем более плоды очень хорошие, там целые деревни, вот, покаявшихся, да, вот, принявших Иисуса как бодхисаттву, принявших как Его, как Христа, как Спасителя, как Господа своего личного. И там такие чудеса начинались вообще, вот, это, ну, потрясающее свидетельство. Вот, поэтому, да, вот, если Маргарита будете на Белорусской, то побывайте у них обязательно, станция метро Белорусская. Да, спасибо Господу за все, благодаря, там был тогда епископ, тогда уж Кондрусевич был тогда епископом, вот, и он как раз мне посоветовал с ними пообщаться, вот, благоставил, и, конечно, это было очень мощное было. Ну, самим Кондрусевич у меня не получилось общения личного, к сожалению, так вот, ну, то ему некогда, то я не смог приехать в Москву. Ну, вот так вот, с его благоставения я хотя бы с францисканцами там познакомился, с другими братьями там. Вот, очень хорошие миссионеры, а уже в Киеве кармелитане, монахи римово-католического ордена кармелитанского на Святошине, там есть на Дачной, где автостанция Дачная, как на Житомирской трассе выезд, вот, там, значит, есть тоже кармелитанского ордена католический монастырь, вот, с ними я общался в Киеве, вот такие братья вообще. Вот, они миссионеры, там, среди них есть, ну, в основном, поляки там, католические священники с Польши, вот, но очень сильные миссионеры. Некоторые из них в Африке трудились, и в Латинской Америке, и там очень хорошие плоды, то есть, большие там поселки, деревни, вот, обращенных множество людей, вот, и среди язычников, среди странных языческих религий, вот, люди, обратившиеся к Иисусу Христу, там рассказывали мне свидетельство одного монаха, когда я был в Киеве, он уже был мертвым, он уже умер уже к тому времени, и похоронен был, кстати, в Африке. Его, по его завещанию, его снова в Африку увезли, похоронили. Хотя ему даже сам папа, тогда был Иван Павел II, предлагал, значит, его, чтобы он, значит, упокоился, последнее свое пристанище нашел в Ватикане, вот, значит, но он попросил, чтобы его захоронили именно в Африке, настолько он сильно был, вот, вот, как бы, посвящен миссии этой, африканской миссии. Он всю жизнь прожил в Африке, хотя сам родился в Польше и поляк, значит, но он всю жизнь почти прожил в Африке. И его там три раза распинали, даже, то есть, реально убивали на кресте, значит, но каждый раз он выживал сверхъестественно. Первый раз его там, могу ошибиться, но там были случаи такие, короче, его, он рассказывал об Иисусе Христе, показывал крест, рассказывал об Иисусе Христе, а тамошние племена, ну, довольно злобные были, и у них свои странные такие культы, божественные, как бы, такие, но ложные явно, потому что они представляли Бога очень коварным, злым существом таким, ну, злыми духами такими представляли, значит, и поэтому они очень и сами были злые, ну, какой твой Бог, скажи мне, кто твой Бог, скажу тебе, кто ты. Вот, поэтому, если у них представление было такое странное о Боге, то, понятно, они были тоже такими странными. И когда, значит, это, получается, он рассказывал о Христе, распятом за нас, то они что сделали? Первый раз его, по-моему, перевязали лианами какими-то, соорудили крест и оставили умирать там, вот, возле водоема. Мимо какого-то река, что ли, и, значит, а там, значит, если возле реки на ночь оставлять, то это просто как вот, ну, не знаю, это как подать пудинг какой-то к столу. Там хищники все выходят, то есть его просто сажали бы все бы, как минимум. Но хищники проходили мимо, значит, мимо него и его не ели, не терзали, он так и висел, потом второй день висел, а потом потерял сознание. И уже олеаны, они когда пересыхают, говорят, то их даже не распилишь ничем, то есть они как вот каменеют. И, в принципе, его кости могли бы даже быть переломаны. И он бы, никто бы уже не развязал бы их, понимаете, значит, не смог бы его освободить. Вот, и представляете, что получилось, когда он очнулся, пришел в себя, да, он был внизу уже под деревом, а олеаны были развязаны. Хотя они уже были пересыхают, их невозможно было перевязать. И он взял эти, он понял, это сверхъестественное было такое переживание от Бога. Вот, он молился, укрепился духом и взял эти олеаны развязанные, сухие уже, да, развязанные, и пришел в это же племя, которое его распяло, представьте, снова с проповедью об Иисусе, и сказал вот, что так и так, что вот мне распяли, посмотрите, вот эти олеаны, которые развязаны, что меня Иисус развязал. И вот они после этого покаялись, там, это племя. Вот, там другие были случаи тоже с ним, очень интересные такие. Вот, и Иван Павел II его очень сильно почитал, вот, значит, приглашал его тоже несколько раз, его в Ватикан, вот, на эти встречи, и проводил с ним личные несколько раз общения, такие многочасовые. Вот, вот о таком миссионере мне рассказывали, это мощные, конечно, были свидетельства, такие для меня. Маргарита пишет, да, скажу, с Далай-Ламой дружат многие епископы и дружил, возможно, Мартин Лютер Кинг. Ну, слава Богу, дай Бог. Да, спасибо Господу за все, благодарю Бога Всесильного за мир во всем мире, а наипаче за мир в Иерусалиме, друзья, потому что в этот день и в эти дни вообще молюсь за весь мир, за все страны и континенты, народы, племена. Но наипаче, конечно же, каждый раз, особенно во дни Суккота, поставление гущей, молюсь об Израиле, молюсь за Иерусалим. Шаббат шалом всем. Шаббат шалом, субботний мир святой. Братья, сестры, шаббат шалом всем святым по всему лицу земли. О Господь, слава Тебе, Роза пишет. Аминь, аминь, да, Роза, да, слава Богу. Поэтому, да, в разных конфессиях я встречал хороших, очень любящих Господа, людей, посвященных Господу, бескорыстных и на все сто просто влюбленных в Иисуса. И среди мессианских евреев, среди мессианских служителей неевреев, среди баптистов, писятников, среди адвентистов много, очень таких сильных героев веры встречал тоже, общался, преподавал у них тоже, общался, проповедовал у них в церквях тоже этих адвентистов седьмого дня. Вот у католиков, у православных общался, с разными тоже православными общался, особенно среди старобрядцев. Там такие свидетельства есть, что, знаете ли, просто многие протестанты, как говорится, нервно курят в сторонке. Вот, поэтому пусть Бог благоставит сегодня всех нас, друзья, а наипаче пусть Бог сегодня благоставит своим миром, своим шаломом и Иерушалаем. Аллилуйя! Аллилуйя! Шаббат шалом! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дема Т Guerra�지 Дillah — Благодарю Дма Тебя Иисус Благодарю, о Дух святой За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь Святой, слава, слава. Благодарю Тебя, Господь, что действительно телом Твоим ломимым на Голгофе дам, кровью Твоей, Святой, спасены мы, исцелены, благоставлены всеми Твоими благословениями в небесах. Слава Тебе, Господь Святой, слава и хвала, благословенный Царь наш, благословенный Бог наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, слава, слава и хвала. Прощен я, исцелен, благоставлен всеми благословениями в небесах, кровью Святой Агнца Божьего. Тело Христа, аминь. Кровь Иисуса, аминь. Пейте, ешьте, друзья. Во славу Господа Иисуса Христа, аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, 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 спасибо, Господь, за все. Благословен Господь, благословен Господь. Аминь, да, Роза пишет, что мы с ним сближаемся больше. А, Виталий пишет, аминь. Роза пишет, какая радость, что мы вместе с тобою. Аминь, 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 да. Они ля доди, вя доди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Аминь, Валентина пишет, да. Аминь, аминь, аминь. Да, и Валентина, и Иосиф, аминь, да. Маргарита, аминь. Да, благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да, призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да, обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, 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 да. Беруте, аминь, да. Роза, аминь. Екатерина, аминь, 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 да. Аллилуйя. Роза, аминь. Да, сестры, братья. Как хорошо, как приятно братьям собраться вместе. Как хорошо и приятно сестрам собраться вместе. Как хорошо всем нам собраться вместе, как хорошо с Богом собраться вместе. Аллилуйя! Виталий сердце шлет с крестом. Аминь, 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 да. Аллилуйя! Да, друзья, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь, аминь. Аллилуйя! Да, главное оставаться мужиками, наверное, пишет. Главное оставаться людьми. Да, самому доброму и любящему Отцу славы. Аминь, Степан, да, да, так и есть. Бог есть любовь. Это правда. Нет в нем никакой ни любви. Он есть свет. Нет в нем никакой тьмы. Это 100% истинно, друзья. Это Евангелие, это благовестие изначальное, это коренное, основательное самое, самое наиглавнейшее вообще слово. Шаббат шалом, дорогие. Андрей пишет, да, Рожков. Аллилуйя! Да, брат дорогой, шаббат шалом. Сестры, братья, поздравляю всех с наступившей субботой уже, да, уже за окном, уже темно, ночь уже. Так что, да, шаббат шалом всем. Радостного шаббата берут и пишут, да, аминь, аминь, да. Радости, умножение радости. Шминя царат это, заезжуйтесь на восьмой, священное собрание. Аллилуйя! Не знаю, что это за такое, но красиво звучит, да. Пусть Бог благословит всех вас, друзья. Шаббат шалом, Божий всемир, субботний мир. Шаббат, 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 шалом. Берут и аллилуйя! Аллилуйя! Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. Танцуют все. Шаббат, 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 шалом. А, Бог есть свет. Классно! Аллилуйя! Так и есть. Шаббат шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. О, Давину, хай! Ам, Израил, хай! О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай! Ам, Израил, хай! Ам, Израил, хай! Ам, Израил, ам, Израил, ам, Израил, ам, Израил, хай! шаббат шалом друзья шаббат шалом божий всем мир радуйтесь люди прославляйте господа ибо он благ ибо вовек милость его аллилуйя аллилуйя